И сегодня же в Кремле чествовали ветеранов Великой Отечественной. Несколько десятков человек получили из рук президента юбилейные медали к 70-летию победы. Обращаясь к ветеранам, Путин заявил, что их высокую освободительную миссию, несмотря ни на что, помнит весь мир. Вот как приятно было сейчас услышать, вот прямо последний награжденный сказал замечательные слова. Привет от динамовцев Ленинграда. В строю ветеранов. А такие короткие диалоги, вы видели, одному из награжденных, я говорю, а не знаешь прямо куда вам вешать медаль-то? Он мне так строго отвечает, найдёте куда. Я хочу сказать, что и медаль мы всегда найдём, и орден найдём, место куда повесить. Но дело не в этом. Хочу сказать, что и в нашей памяти, и в нашем сердце всегда будут места для тех, кто совершил уникальный подвиг во имя нашей Родины. Защищая её ценой своей жизни, своего здоровья, беззаветно служа Отечеству. Спасибо большое. Вслед за Москвой награждения в преддверии 9 мая пройдут по всей России. Юбилейная медаль была учреждена указом президента в конце позапрошлого года, и право на неё имеют фронтовики и партизаны Великой Отечественной, а также труженики, тылы и другие бывшие несовершеннолетние узники фашизма. Среди тех, кто был сегодня в Кремле, герои Сталинграда, Курска, Севастополя, освободители Украины, Белоруссии и Прибалтики, участники боёв за Берлин и Кёнигсберг. И как убедился Александр Калинин, ветераны не теряют боевого духа. Не стареют душой ветераны, это точно про Нину Соколову. Столько энергии в 90 лет правнучкам впору завидовать, будь то и не было в её жизни всех ужасов войны. У меня в Феодосии, в Крыму, убили всю семью мамину. 90 Нине Лазаревне только по паспорту. По правде, душа и тело на год моложе. С тех самых пор, как в 43-м, с 17-летней школьницей она пришла записываться в армию. Я пришла, девчонка, а тебе сколько лет? Я сказала, год прибавила. Потом по этому поводу анекдот был, что я на целый год обманула, пенсию раньше получила. Эти воспоминания, вызывающие улыбку, перекрывают в памяти и жуткие бомбёжки, и бои за Кавказ, Украину и Чехословакию. О своей первой любви, встреченной на войне, Нина Лазаревна рассказывает куда охотнее. Вот это мой супруг Владимир Николаевич Соколов. Сколько ему лет было, когда вы познакомились? Ему было 20 или 21, он уже был призванием, по-моему, лейтенантом. Молодые там все были, все ребята, и сколько ребят, я говорил, останься. Очень влюблялись в меня. И ордена теперь кажутся тяжелее, чем всё, что пришлось пережить на фронте. Но один я не одену. Поможете? Валентин Габрилов освобождал Белоруссию, брал Кенигсберг, сражался за Сталинград. Это орден, который я за Сталинград получил. В 18 лет стал командиром танка и во время одной из атак едва в нём не сгорел. Но всю войну боялся не смерти, а доклада о неудаче в бою. Мне нужно было доложить командиру батальона, майору Вакину, о том, что у меня танк сгорел. А я боялся майора Вакина, не пошёл к нему, боялся. Ну, молодой человек, боялся. Я был еще лейтенантом, майор, что вы хотите. Быстро повзрослевшие, они будто не ведали страха. В операции под Винницей Сергей Стычинский уничтожил 7 немецких танков. Был награжден за это орденом Красного Знамени. Теперь пересчитывает шрамы от ранения, полученного в том бою. И переживает не за внешность, а за испорченную униформу. Пулемётная очередь. И меня ранило в голову и в лицо. С лица, с головы очень много крови. И мне всё залило этот полушубок белый. Почему я говорю? Потому что, ну, это такое воспоминание осталось. Вам жалко было полушубок? Да, безусловно. Кажется, так близко познакомившись со смертью, они научились жить, как никто другой. Юбилейная медаль к 70-летию Победы для них не просто нагрудный. Это знак того, что жили и рисковали жизнью не зря. Очень, очень важна. Потому что 70 лет Победы я дожил до этого дня. Меня не забыли, помнят. Александр Калинин, Антон Щербаков, Дмитрий Бендичук, Екатерина Морозова и Вероника Николаева. Телекомпания НТВ, Калининград, Москва.